Зима этого года была снежной и морозной, чему многие горожане были искренне рады. Но в связи с этим коммунальным службам города пришлось использовать большое количество инертных материалов – песчанно-солевой смеси дробленного камня в качестве противогололедной обработки. Зима закончилась, снег растаял, и вся эта посыпка осталась лежать на дорогах. Сейчас, помимо того, что это просто портит эстетический вид города, доделая его менее опрятным, в сухую ветреную погоду этот песок поднимается в виде пыли от проезжающих мимо машин и разносится ветром по округе. Потому первая задача, которая стоит перед работниками коммунальных служб Бреста – генеральная уборка артерий города от песка. В данный момент коммунальник проводит уборку улиц города от песка, который скопился после зимнего периода, после схождения снежного покрова. В приладковой части скапливается каждый сезон достаточно большое количество песка. Это связано с тем, что мы зимой посыпаем, он немного накапливается. Мы, конечно, периодически после каждого схождения снега убираем этот песок. Но вот мы практически убрали уже порядка 80% всех улиц в городе. Заканчиваем эту работу по уборке. Остались такие улицы, которые более отдаленные. Так как улица Смирнова, Катинбор. Сегодня уборка песка проводится двумя способами – ручным и механизированным. По дорогам города Бреста ездит специально подметательно-уборочная техника белорусского производства «Чистодор». Проезжая по дорожному полотну, она не только очищает его от песка и грязи, но и параллельно собирает мусор в кузов самосвала. Также производим уборку, где достаточно большое количество скопилось песка, ручным способом. Тут же грузим погрузчиками, тоже вывозим на специально отведенную площадку. Работы по уборке от песка уже подходят к концу. В связи с тем, что весна ранее получилась, мы эти работы начали практически на месяц раньше, чем обычно. Это запланированные работы после каждого зимнего периода. На данном виде работ задействовано порядка 200 человек-уборщиков. Также достаточно большое количество уборочной техники. Это погрузчики, самосвалы, трактора со щетками, а также подметально-уборочные техники. Несмотря на такую активную работу коммунальных служб по очистке дорог и тротуаров, в городе Бресте активно продвигаются работы и по обрезке деревьев. Ни для кого не секрет, что на протяжении всех пор года специалисты коммунальных служб постоянно заботятся о судьбе насаждения областного центра. Высаживают молодые деревья, обустраивают клумбы и добавляют зелени и красоты на городских улицах. Однако, к сожалению, не так редки ситуации, когда деревья создают неудобства людям или даже угрожают их здоровью. В городе Бресте активно проводится обрезка деревьев согласно плану обрезки и заявлений граждан. Объем работы очень большой, бригад работает три. Основная работа по обрезке деревьев проводится в центре города, на более оживленных участках и, скажем так, с односторонним движением. На сегодняшний день сделана обрезка деревьев по улице Кирова от Машерова до Гоголя, по улице 17 сентября возле Цума и по улице Советской, скажем так, от Цума до Гоголя. Ведутся обрезки по улице Держинского, также сделано по улице Островского. Самый радикальный вид обрезки деревьев, омолаживающий с наступлением весны, они приобретут красивый молодой вид. А вот что касается срубленных деревьев, то вместо них будут высажены новые представители флоры, которые дополнуют образ Бреста и подарят ему еще больше зеленого шарма и изыска.